Девять водоёма утрапили у чорный спис. Санитарные службы в области проверяют место водного отпочинка. Как организовать свою справу, развиваться и не тратиться на аренду. Цековые приклады в Бобруйске. Белорусские зорки, кермаши, дегустации и незвычайный урожай. У шклови рыхтуются до свята огурка. Хлеборобы в области наближаются до полмиллионного на молоту сбожжевых. Агульная вага собранных колоссовых – 465 тысяч тонн зерня. На раннесу 11-го жнивня господарки Могилёшины убрали 41% площу. Столица Дажина, Кличовский район, пересягнул золотый экватор жнива. А по темпах уборки лидируют Кировский и Бобруйский районы. 63 и 57% отповедно. Больше за 1300 экипажей працуются в области Нажневе. Многие из их семейные. Такие тандемы – з'явыня редкая, кажутся у Аблсельгаз Харши. Працовать приходится зранецы до прысимок на одном комбайне. И, как правило, таким экипажам легче переносить працовные будни, бо у них больше поразумения. Не сокрыт, что справа худко лазится, коли разом идут до одного выннику. Гэта пара сельгазпредприемства Воронину Быховского района стверждает, что працовать на уборочной разом сподручно и весело. Виктор на комбайне больше за 25 годов. Гэта 12-й суместный сезон. А как она вам помогает? Она? Как может женщина помогает? Ну, что во всём. Может, у нас за руль, значит, за руль. Техника – это моё. И мне больше нравится. Начинала с машинок, с велосипедов. Разбирать, собирать. И так пошло. То есть комбайн собрать, разобрать вы тоже можете? Ну, что по моему силе, да. Раскрутить смогу. Что в ваши обязанности входит? Как во всех, по второму комбайнера смазать, подчистить, довести до работы, чтобы выехать не с поломками. Кожный экипаж комбайнеру им тнется не только больше намолотить, а лей собрать урожай без трат. Пиль насочить на жниве за вельготностью и частеньой зерня. У семейном тандеме Виктора и Олеси гэта справа за жаншиной. В этом году тяжеловато с запчастями, но мы заготовили заранее. Так что у нас по ремонту комбайнов вопросов не было. И выехали все в срок. У господарца семь комбайнов. На уборочной працуют и ты, а кто комбайнерами становится только на чаш знива. Например, Олеся загадчится фермы. Есть заправдные передовики из мясовой пожарной части. У нас немножко не хватает своих людей. У нас четыре человека работают привлеченных. С пожарной части, с Могилевска. Вот строй один человек. Но они у нас постоянно работают. Алена Мельшанкова, Катерина Гарадницкая, Виталь Аляксейнка. Новины региона. Десять объектов нерухомости передали у безвыплатное корыстание бизнесменам Могилевшины за опошний год. По-перше, такая форма работы дае махшимость предпринимальникам развиваться. По-другое, дозволяя эффективно выкористовывать державную майомость. Головный обовязок бизнеса – организовать на этих площах прационные месты, а сирот приклада у швейной цеху Бабруйску. Гэта – приватное предприемство у Бабруйску. Швейную вытворчасть и на Воронина организовало будинку, який пылный час не выкористовывался. Працуют на внутренний рынок Побач, открыли фирменный магазин, а так само для замежных покупников. Полова продукции отправляется у Канаду. За год объемы вытворчасти выросли у три разы. По мешканям корыстаются безвыплатно. Нам предоставили здание только под наши гарантии. По созданию рабочих мест. Мы свои обязательства выполняем местные. Власть нам помогает. Очень довольна, что такое решение было принято. Работу на предприемстве отримали больше за 20 швачек. До конца года планують пошириться ясно на 5 человек. Инна Ивановская пришла сюда по объяве. За копейки работать не хочется. А здесь хорошая зарплата. У Беларуси у безвыплатное корыстание по мешканне почали передавать с 2009 года. Але такая форма работы прожилася не одразу. Специалисты меркуют тому, что предприемальники не имели махчимости с тягом часу отрымать по мешканне во властность. Поправки у законодавства зимянили ситуацию. Сегодня предприниматели имеют полную гарантию преимущественного заключения договора на следующий срок после истечения первого договора. Возможность в дальнейшем выкупить данное помещение, преимущественное право этого выкупа. Большость помешканне, в яке не выкористовывались, знаходятся в районах, где неколи были воинские части. Бобруйск и Бобруйский район, Осиповичи и Быхов. Наибольше активно новое житё отрымливая миновито-бобруйская нерухомость. Это территория былого военного городка Киселевича. Неколи этот дом активно выкористовывался в советский час, а потом стал никому не потребен. Теперь в моей жизни появился властник, который сделал тут спортивную залу. Кстати, в советские часы тут так же занимались военные. Алена Соловьева, Виталь Аляксенко, Новин региона. Пытание про экономику, цена утворения, инвестиции, статистику можно будет задать в субботу, 12-го жюня. У гэтый день традиционную промую телефонную линию проведя намесник старшиня Балвыканкама Виктор Некрашевич. С 9 до 12 годин телефоновать можно по номеру у Могилёве 50-18-69. Так само подчас телефонной линии можно задать пытание, тя выказать зауваги по опротпромальництве, зарубку, занятостей гандле, проказание послуг насельництву и мытную справу. У той же час промые телефонные линии пройдуть во усих городских и районных выканавших комитетах в области. Например, у Могилёвским Гарвыканкаме телефонование приме старшиня городского совета депутата у Сергея Иванова. Звернуться до яго можно будет по номеру у Могилёве 42-21-02. А у Бабруським Гарвыканкаме ваши пытание приме на месте к старшині Инна Ануфраева. Телефон для сувізи у Бабруську 76-21-41. Все лето у Могилёвской области загинули у воде 43 человеки из их два децяти. Гэта более чем летость за таки ж час. Колька сях вяра у воды становица больше, як только падымаецца температура по ветрам. За опошние два тыдни патанули 14 человек. Гэта роковые выпадки альбо безпечность людей. И як прадухелить трагеды на воде. Кап отказать на гэтае життя важное пытанье, интервью телерадой компании Могилёв до устаршиня областной организации товарыства выратования на водах Миколай Моисею. Ё нраець быть осторожными и дорослым, и детям. Жаркая погода, она тоже сказывается. Потому что если этого не учитывать и резко входить в воду, то чаще всего бывают проблемы со здоровьем, которые были, но они не... То есть при жаре не большее количество людей, а большее влияние самой погоды, самой жары? И жара, ну я говорю, и само поведение людей. Потому что здесь уже расслабленность появляется какая-то. Потому что хочется отдаться вот этой погоде, воде. Наконец-то, потому что все лето мы ждали эту погоду. И наконец-то она наступила. И вот здесь мы потеряли бдительность. И естественно, в результате получаются вот эти трагедии. Интервью Миколая Моисеева про безпеку на воде глядите у информации на аналитичной программе «Днями». Тема отпочинку на водоемах будет надзвышайно актуальной. И на выходные дни синоптики прогнозуют спякотное надворье у субботу и неделю. 12-го жнивня прогнозуется воблачное с пряяснениями надворье. Без опадков. У день температура поветра будет вагаться у межих 28-33 градусов. У неделю таки повышенный температурный фон захавается. Слупок термометра знов пересягне от знаку у плюс 30 градусов. Однако у первой полови дня максимумы короткочасовые опадки на больнице. У понеделок так само местами невеликие дожды. Крыху взмотнится ветер до 14 метров за секунду. И температура станет больше комфортной. Чекается плюс 21-26. Тим же, кто плануя провести ближайшие дни на пляжах, не лишним нагадать. По информации санитарных служб у Могилёшчины, после мониторинга у якости воды, який проводится что-то тезень, зараз заборонено купание на водоемах девяти пляжах в области. В это четыре пляжи у Костюковичах, один у Шкловины Дняпры, а так само на Вильческим, Палыковицким, Гребяневским пляжах. С четверга купание заборонено у Могилёвина Дняпры у Межгородского пляжа. До этого часа санитарные службы завороняли там купаться только детям. Больше за 100 гандлевых кропок, музыка, конкурсы, танцы, майстер-классы и дегустация незвышенных страв. Свято огурка у Шклови все это плануются больше масштабным. Запрашают шмат рамесников, которые представят свои вырыбы у Градского парка. Традиционно можно будет попробовать разные огурковые стравы. Мауля у Шкловским районе, краине огурков, ведают самые незвычайные рецепты. У вогуля свято огурка гэта святкованне сбору летнего рожаю, дарэча у Межах и мероприемство у Знагородзе, слепших земляробу и госпадынь. Будзе сиротых умелица, якая вырастила огурок до ужинёй 54 сантиметры. Почнется свято у 10 ранецы, каля скульптура огурка, а завершается у вечера фаер-шоу и дискотекой. И еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by. А я с вами развитываюся. До встречи. Доставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»